Как в старые добрые времена каждому району по доске позора, так в Сочи бороться с алкоголизмом и безделье могут начать уже через месяц. Конечно, размещать фотографии несознательных граждан будут в крайнем случае. Анатолий Пахомов поручил главам района в прямом смысле слова пойти в народ. А поскольку народ большей частью в ТОСах и домовых комитетах, то именно с их помощью решено проводить встречи с теми, в чье социальное исправление еще не угасла надежда. Помогать с трудоустройством, например, лицом к лицу сводить безработных и предпринимателей. И потом анализировать статистический результат. Начинать такую работу надо со школьников, уверен мэр Сочи. А потому каждого ребенка, который состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, надо отправлять в спортивные секции. И чтобы тренеры лично отвечали за результаты. Надо отработать так, чтобы человек снялся с учетом. Когда его можно снимать с учета? А когда этот молодой человек уже занят какой-то секцией и уже дает результат. Если он уже стал участником, либо чемпионом города, либо края, уже можно его снимать. Потому что уже вряд ли он пойдет по старой дорожке. Он уже увлекся. По словам мэра, в городе профилактикой преступности занимаются недостаточно. В центрах занятости, например, не уделяют должного внимания трудоустройству бывших заключенных. Из их числа официальную работу находят единицы. А ступившимся гражданам, ставшим на путь исправления, надо помогать, заявил глава города. И поручил подчиненным активнее работать в этом направлении. 50% осужденных людей возьмутся за ум и будут работать. Это же победа будет. По полицейским сводкам, уровень детской преступности в Сочи идет на спад. А вот количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, наоборот, растет. Отрезвляющий эффект должен сыграть так называемый центр детоксикации. В мэрии рассчитывают, что он откроется в ближайшее время. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.